Жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Дай доброты, разбуди и согрей мое сердце Грешный мой путь, к тебе далек, мой путь не прост Ну что, антибиотики я достал, теперь твой ход, Игнат Ну смотри, малейший косяк и горелый с нас шкуру с живых снимет Да не пугай, а пуганый Да я не пугай, так с тобой пойдет Юрок, а Буру и Гиви на подстраховке Поняли? Ага Ну что, детали обсудим в машине? Пошли Слушайте меня, я иду вовнутрь, вы ждете Подожди, старший сказал, я с тобой Вы сидите здесь тихо, я иду вовнутрь за халатами, а вы ждете, ясно? Мы переодеваемся с тобой во врачей, идем вовнутрь, клепили Угу, ну а мы что делаем? Сидите и ждете, вдруг легавые появятся Не беспокойся, встретим как надо Только попробуйте устроить по-любому, все дело испортите Я там пошутил, если я что увижу, я нажму на клаксон четыре раза Молодец А че, как стрелять? Нормально, нормально Все будет хорошо Делитесь Все понял Хорошо Долго что-то он там, а? А это он, наверное, слепил и перетирает Как нас лучше кинуть Игнат мужик не такой, козлить не будет Ага, ты просто не знаешь, как деньги меняют людей Ага О, и легавый нарисовался Стой В чем дело, начальник? Здесь нельзя стоять Убираю машину Конечно, начальник Айн момент Я же сказал сидеть тихо, где машина? У нас легавый там развернул, мы вон возле мертвецкой тормознули Прекрасное место нашли На, надевай Ну, шапку сними Ну, шапку сними Пророк Слушаю вас, коллеги Возле вас посылка На Это то, что надо Да А Вот Вот Это как договаривались Если будет еще, я жду с нетерпением В ближайшее время будет еще Пошли И чем быстрее, тем лучше До свидания До свидания Выходите Выходите Пошли Ну, вот вы, как вы и говорили Это все с маркировкой Красного Креста Клюнула рыбка Короче, мы Вот только коробочки на стол выложили Лепило тут же Все носом обнюхал Все проверил Деньги сразу выплатил Без всяких яких Да Сказал еще привозить Попросил поторопиться Сказал спрос есть От меня это не зависит Я Загорелого решения не принимаю Как он решит Так и будет Опа-на! Че он тут делал? Че прячем, а? Показывай, че там? Не дам! Это мне батя принес Какой еще батя? Че ты врешь? Нет у тебя никакого бати Есть, есть Он мне друг Почти как отец Забыли как от него драпали со всех ног? А ну отдай мешок, мерзавка Отдайте! Пошли Давай Пикнешь, прибьем Батю знает, что вы ко мне пристаете Всем вам морды набьет шакалы паршивые Дай мне поменьше Вот так Иви Иди сюда Ну бегом, бегом, бегом! Че телимся то, а? Игнат! Игнат! Иди на минутку Хореняк договорился, горелый и готов скинуть все разум Но перед этим он хочет с тобой лично познакомиться Поэтому готовься, пойдешь завтра с нами Это хорошо Хореняк сегодня встречался с горелым, тот готов скинуть все медикаменты сразу Но Для начала он хочет встретиться со мной Гиби сказал, что завтра, но где и когда пока неизвестно Надо тебя подстраховать Нет, не нужно, это опасно Ну вот На душе у меня неспокойно За Виолу Как она там в этом СИЗО? Сердце болит А за дело у тебя сердце не болит, разведчик? Мы на войне, товарищ Да она невидимая, но на войне Внедришься в банду, возьмем Горелого и выручим мы твою Виолу Другого выхода нет! А если так душа болит, отнеси передачку Но мысль должны быть все о деле Что-то холодно мне стало Эй, малохольная, дай пальтишко погреться Она еще и глухая Пойди, кадушка Дай-ка ее в ушко Глухая что ли, мэмра? Да В чем дело? Пальтишко сымай Зачем? Цойка замерзла, согреться хочет А где, пожалуйста? Чего? Пусть сама попросит, вежливо Или пусть мерзнет Обурела что ли, новенькая? Мать! Мать! Папа! Ударают! Часть! Часть! Кто начал? Малохольная Прехнули! Ну, ничего, собирай актеры Ничего, сломай Аааа Кистая шерсть, овечье. Вы себе? Понимаю. Жене. Она одевается. Сейчас придет. Семен, как я ждала тебя. Уленька. Занят был. Времени не было. Занят? Пойдем на улицу выйдем. Душно здесь, так подышать хочется. Можно? Можно, только что-нибудь потеплее. Да, конечно. Я быстро. Пойдем. Почему я болит? Она так плохо выглядит, а? Она нормально выглядит. После медикаментозного лечения так обычно все выглядят. Ты меня словечками своими умными не запутывай. Ты мне скажи, лекарства не помогают? Помогают. Просто совсем мало времени еще прошло. Ну, только неделю, еще неделю. Все будет хорошо. Она поправится. Я и обещаю, она поправится. Если Айболит вздумал меня за нос водить, то знаю, я ж тебе кишки на раз, два, три выпущу. Смотри, Айболит. Ты ведь меня-то пойми, ты ведь меня-то пойми, мне ж ей болит, мне ж не жить без нее, она же. Старик. Старик, 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 старик. Ну, айболит. Семен, пойдем? Пойдем, моя хорошая. Пойдем. Пойдем. О чем ты думаешь? О нас, о жизни, о том, что иногда нужно заболеть, чтобы понять что-то очень важное. Ты сейчас о чем? Вот это тебе. Где ты взяла? Церковь батюшка дал. Ты выходила? Я и болеть тебя отпустил? Он не виноват, я сама. Я же просил тебя не выходить. Мне нужно было помолиться. Спасибо тебе. Только прошу, не выходи больше. Тебе сейчас главное поправиться. Ради нас. Ох, мне иногда кажется, что я уже никогда не буду здорова. Не говори так, прошу тебя. Не говори. Ты обязательно поправишься. Прошу тебя. Все будет хорошо. Мы же любим друг друга. Значит, все будет хорошо. Ты обязательно поправишься. А что это изменит? Так и будем с тобой по щелям прятаться, как крысы. Нет, не будем. Убежим далеко. К морю. Дом поставим. Мы же всегда об этом мечтали. Ты всегда говорила, это не наша жизнь. Извини. Показалось. Скажи, пожалуйста, а что бы тебе сейчас хотелось? Вот прямо сейчас, в эту минуту. Меду так хочется. Меду? Угу. Мед ты мой. Мед ты мой. Мед. Мед. Меду. Да нет его. Еще стучи. Берилла, поехали. Завтра приедем. Пороший брат. Она сегодня хочет. Я знаю, где он мёд прячет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пороса! Давай. Нормально. Ком, давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смотри, ноги! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О! Сосед! А у меня сын родился. Слышь? Сын родился! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Не, Павел, в каком смысле четыреста? Четыреста, говорю! Четыреста, он что, слом, что ли, четыреста килограмм весит? Четыреста, богатырь. А сколько у нас по закону положено на человека? Не знаю. Восемь метров. А мы на пятнадцати ютимся. Так что теперь имеем полное право требовать, чтобы нам присоединили еще одну комнату. Ну, что ж, требуем. Только про комнату Виолы забудь. Да ладно, нет. На комнату этой скрипачки я не претендую. Я про каморку Жилиных. Она за Сашкой закреплена. Четыре! Это нельзя, то нельзя. Ты чё? Управдом, что ли? По закону она до восемнадцати лет на полном гособеспечении. Ей час десять. Да она сто раз помрет за это время в детдоме. Ну, если говорить про закон, то по закону эта комнату принадлежит Саша. И она не помрет в детдоме. Я ее оттуда заберу. А потом удочерю. Спасибо за угощение. Поздравляю. 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 По закону. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Следующий Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Молодец, невесел, голову повесил ДимаTorzok 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 Все допросы пусто. Такое время зря потеряли. Никто не заговорил. Что? Никто ничего не знает. Чтобы меня не заговорил, из чугуна отлить должен был быть. У меня мать родную сдают. Просто не тех взяли. Надо заканчивать это дело. Надо искать какие-то другие выходы на Горелого. Товарищ майор, я обязан вам кое-что сообщить. Ну, говори, говори. Это как бы, это не мое дело. Но я вчера видел вашу жену возле кафе. И она была не одна. С кем? Какой это офицер? Да я бы не стал говорить. Но вы в городе личность известны, а разговоры пойдут не нужны. Я просто подумал, что… Ну, вот. Правильно подумал. Вот. Ты вот что. Я приказывать тебя не могу. Вроде как, личная просьба. Ты… Ты присмотри за ней. Я хочу знать, с кем конкретно она путается. Сделаю. И… Я надеюсь, это останется между нами. Обижайте, товарищ майор. Конечно. Тогда до завтра. До завтра. До завтра. До завтра. у Лин У-у-у-у-у. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сейчас, батарея. Разговор есть. Здорово. Садись. Я тут всю ночь вдумал. Про Пашку, что ли? А что тут думать? Конечно, это не его рук дело. О, хорошо. А я было решил, что вы тоже поверили, что он предатель. Какой Тюрин предатель? Мы с ним столько раз под пули ходили. Хорошо, что ты поверил. Значит, Растюгин-то уже поверит и расслабится. Скорее всего, он и подставил Тюрин с этой змеиной мазью. Ильича он пристрелил во время операции с костюмами, экспедитора он охранял. Только доказательств у нас нету. Это значит, что Паша пока останется за решеткой? Ну, а что делать? Ничего, ничего. Мы этого Левшу отучим. Плох ковать. Кстати, вы в самое яблочко попали. Шерстюгин ведь Левша. Надо бы его проверить. Сделаем. Подожди. Теперь вот что. Есть информация, что сегодня на скотобойне гореловцы будут передавать медикаменты. Мы будем его ждать. Надо, чтобы это узнал Шерстюгин. Если он крыса, он обязательно захочет своих предупредить. Тут мы его и... Шерстюгину? Ни слова. Значит, предупредить всех остальных, чтобы они ему ничего... Нет. Никто ничего не должен знать. Людей попросим у Пенникера, а от нас только мы двое. Ферштейн. Да. Да, я. Когда? Все, понял. Так и сделаем. Так, Гиви. Так, давай всех сюда, быстро. Ага. Значит так. Гореловские отзвонились, ждут нас на птицефабрике. Да нет, на скотобойне. Горелый место сменил. Так, поедешь ты и Юрок. А мы вас будем ждать с хорошими новостями. Правильно? Когда встречу. Прямо сейчас. А в чем дело? Что-то не так? Я просто не знаю, где птица фабрика. Так я тебе покажу. Давай, давай, давай. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Да. Ты, кипунь тебя на язык. Фу! Поаккуратней там. Поаккуратней там. Долго еще ждать? Пока не приедут. А точно на этом месте сделка намечена? Ваш осведомитель не мог ошибиться? Этот не мог. Ждем. Это хорошее место. Тихое. Не расслабляйся. Тихо, мамонки. Черт не уводится. Это точно. А вот и наши денежки. Здоров, кенты. Здравия, видали. Где хреньяк? На базе. Товар привезли. Все черты как в аптеке. Давай, перегружаем, мы торопимся. Куда? На тот свет, что ли? Внизу баскаль. На этом еще дела остались. Товарищ майор, уйдите в укрытие. Да? От кого прятаться? Нет же никого. Гнилые у вас информаторы, майор. Ну, какие есть. Столько времени зря потеряли. Может, еще приедут. Да бросьте, майор. Пошутил над вами ваш информатор. Все давно пора поднять вопрос о вашей квалификации. А где врач? Вы что-то хотели? Хозяин кабинета где? В Москву уехал. Срочно. Как в Москву? Вызвали на совещание. Завтра будет. Привет. Спасибо. Что, понравилась девка? Да жалко ее. Мало того, что в тюрьме, так еще и в карцере сидит. Как сказать. Я сейчас в карцере даже безопасней. Все в СИЗО гудит о том, что она Сойке дорогу перешла. Так что тут они ее хотя бы не достанут. Пусть уж лучше в карцере, чем у Сойки на заточке. Так-то оно так. Только жалко девку. Виола, я люблю только тебя одну. Люблю больше жизни. Я обязательно тебя спасу, чего бы мне это ни стоило. Я не могу тебя. Я тебя спасу. Давай. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова